Матч между Торпедой и Знаменем Труда не подарил болельщикам ярких эмоций. Обе команды не забили ни одного гола. Игроки ушли в оборону и больше заботились о защите, чем об атаках. Со стороны обеих команд были и удары по воротам, и подача в штрафную. Но защитники и вратари успешно с ними справлялись. В итоге ничья 0-0. По итогу этой игры Торпеда сместилась на четвертую строчку турнирной таблицы с 18 очками. А Муром на своем поле принимал одного из лидеров группы «Запад» – футбольный клуб «Долгопрудный». Игра была динамичной, соперники создали немало острых эпизодов у ворот. Игроки Мурома с первых минут завладели преимуществом, но пропустили мяч в контратаке. Отыграться муромлянам удалось только к концу первого тайма. Мяч в ворота «Долгопрудного» забил новичок Мурома Никита Голуб. Новая волна атаки и опять прострелы здесь можно! Можно ударить, нет? Никак не получается! А вот тут неплохо было! Во втором тайме Муром создал несколько голевых моментов у ворот соперника. Защитники гостей пару раз выбивали мяч из пустых ворот. Полузащитник Максим Зимарев пробился штрафного, но попал в перекладину. А у гостей исполнение штрафного было удачным. На 64-й минуте Долгопрудный снова вышел вперед. В оставшееся время Муром пытался исправить счет, но безрезультатно. Матч завершился со счетом 2-1 в пользу Долгопрудного. У меня в принципе нет даже претензий к своей команде. Мы очень провели, я считаю, хороший матч. Ну, были какие-то индивидуальные больше ошибки, из-за чего мы и потерпели поражение. А так в целом, ну, игра была очень и по темпу хорошая, и по моментам. В итоге Муром с 14 очками остался в середине турнирной таблицы. Следующий тур первенства России станет внутриобластным дерби. Владимирская «Торпеда» примет Муром. Матч состоится уже в это воскресенье, 29 сентября, на стадионе «Торпеда». Начало в 16 часов.